Так, ребят, сейчас будет обзор в виске 79 ватт. Не-не, не сам гильтон, 69 ватт. Вот, да-да-да, вот это. Вот, лухи бармен. Вот, сейчас будет обзор 69 ватт, ребят. Да. Эти виски тоже хорошие, сейчас мы обозреем, пусть-пусть нормально. Хороший. Вот такой вот, с Лёдикой, спасибо. Сейчас, ребятушки, нужно сейчас показать. Вот такой вот, спасибо. Сейчас мы его налили опять по полному стаканчику, ребят. Давайте, ребят, я сделаю вот так, смотрите. Одним кадром сейчас я это сделаю, чтобы вы просто видели вот эту вот красоту. Всё, не буду ничего делать. Вот такой бар у нас тут. Вот название отеля. Вот он, виска, ребят. 69 ватт, известные виски. Я его на Кубе пью. Вот, сейчас я передам камеру оператору, и он сразу нас это снимет. Вот так. Вот сейчас. Смотрите, ребят, вот я поставлю, какая у нас будет сегодня закуска под это дело. Ну, там где картошечка, и вот так. Соответственно, со мной опять же гость советской школы, вы его слышите только голос, он пожелает, он себя называет алкаш, но это шутка. На самом деле, он Бэтмен или Человек-паук, об этом никто не узнает, потому что он не вкадывает. Давайте на нос понюхаем. Да. Ну, нормально позавтра. Не бьет. Нормально, не бьет. Теперь по вкусу, пробуем безокуски, первый глоточек. Будем честно обозревать. Ну что, говорит ты. Кстати, он более терпкий, и тут торфа больше, но он прямо жьет больше. Попробуем. Мы обозревали вчера с Элтон, да, вот он. Вот попробуй, как есть, но он торфяной более, чуть-чуть, но он торфяной, да, он торфяной, да. По грубей, по грубей, по грубей. Он грубей, грубей. Ну, он 69 ватт, он попроще, ну, трехлеточка, ребят. А теперь что, смотрите, ребят, какая у нас сегодня закуска идет будет, ну, где все, ну что делать. Что не сделаешь, как говорится, для хорошего кадра, ребят, под закусь, трехлеточку, поехали. Голос за кадром. По грубей, по грубей. По грубей, но картошечку, блин. Оценочку, оценочку поставим? Оценочку, не, сейчас, сейчас поставим. Думай пока от 1 до 10. Я уже прикинул, какой оценка, ребят. Я думаю, что вам не будет, ну, что вам не будет. Грубоват. Ну, у вас, а ты, навариваешься. Ну, под закуську. Угу, угу. Мы продолжим, Тор? Ну, сейчас продолжим нас снимать. Ты выпей на чай. Не, я уже выпил, но чай покупай. Так, ребят. По оценочку, давайте поставим. Так как я хочу поставить оценку, значит, этот бискальный не очень заходит. Поэтому, раз не очень заходит, как пружую, не хочу долго о нем говорить. Вначале спросим приглашенного гостя, который остался быть неизвестным, от 1 до 10, только честно. Викторович, относительно того биски, относительно 11... Честно, субъективное мнение. Восемерочка. Восемерочка. Ребят, я думаю, даже я поставил бы баллов 6. Восьмерочка. Ну, относительно 11... 8 на 6, 7 баллов получает. Ну, то есть, что-то такого, да. Ну, ребят, я бы такой к покупке не рекомендовал бы, не стал бы. Не советую. Ребят, сейчас ТОС за ваше здоровье. Спасибо, что смотрите. Подписываете, ставьте лайки. Напишите комментарии, если кто пил этот виски. Я его пил 3 года назад на Кубе. Тоже он представлен по всему миру на Кубе, в Дьюти Фри. Везде. Но он довольно-таки недорогой. Он что-то в районе 15-18 евро стоит. Он недорогой. Ну, что-то нет. Ребят, мы вчера обозревали за этим же столом. Здесь же образовали 12-летний тот просто. Ну, я думаю, 6 баллов где-то так. Ну, не больше. Ну, 7 активно. Не, ребят. Не идет. Так что, сорян, ребят. Как есть, так и есть. 6-7 баллов. Я думаю, больше 6. Подходит. Все, спасибо, что смотрят. До скорых встреч. Пока-пока-пока. Салон. Молодец.